Всем привет! Я Алексей, и сегодня я хочу рассказать о вот таком классном рационе Mayday. Это американский аварийный рацион. Рацион предоставлен на пробу и на тестирование магазином интернет каши из топора рекомендую зайти там много хороших туристических продуктов ну а теперь мы перейдем все-таки к этой фигне похоже на выглядит как риск ну вот надо теперь ломать на помельче ломаем гнилой на нас да пахнет отвратительный и верно ломай лежи лежи нормально но спустя некоторое время хочется уже сказать чуть больше фишка в том что он реально является аварийным рационом здесь написано что не является продуктом каждодневного употребления то есть из того что из того состава который здесь есть подразумевается что его нельзя есть каждый день потому что это может быть вредно покажу здесь на русском да ну даже нет это сухой какое-то печенье без сахара о печенье к кофе без сахара о это очень хорошее определение вес этого брикета он запакован кстати вакууме то есть вот он как есть вот его можно скрутить и он занимает ровно столько места сколько он занимает ни больше не меньше у него нет лишнего воздуха соответственно это этот брусок занимает минимальный объем который только можно меньше просто мы нельзя наверное скажет кусай кусай чё ты сейчас сейчас ну как вес его 252 грамма и связано это с тем что здесь это американская система соответственно они считают в унциях а унция там все немножечко по-другому поэтому вес как бы не точный там не 250 грамм не 300 252 грамма до кусай ты рабочий диапазон хранения данной упаковки не вскрытой от минус 22 по фаренгейту до минус 149 по фаренгейту чё вот правильно у меня такое же возникло я не за разбираюсь фаренгейт их переводить не умею поэтому специально для таких имбициль чиков как я здесь написано по русски рабочий диапазон хранения от минус 30 до плюс 65 градусов цельсия то есть в принципе в сахаре с ним тоже ничего не будет а вот конечно в арктике скорее всего он промерзнуть здесь 6 плиток каждая плитка это порция на человека размер одной порции 85 грамм суммарные энергетическая ценность рациона 1200 килокалорий здесь вот огромными буквами об этом написано еще эта фигня может храниться пять лет что согласитесь довольно приятно для аварийного рациона есть удобная фигня для вскрытия поэтому даже в перчатках аварийный рацион открывается очень легко он герметичен не протекает поэтому можно его ронять воду не бояться во время дождя что с ним что-то случится если у нас конечно не вскрыт единственный момент я вот так и не смог вычислить когда он произведен здесь нет никаких видимых дат производства либо они заклеены русифицированной бумажкой потому что вот 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 нету ничего поэтому для меня это загадка я нашел только декларацию выдачи она датируется сентябрем 13 года но это не значит что тогда произведен рацион есть можно можно есть и сколько такой нужно съесть чтобы выжить у него 1200 килокалорий на все то есть он очень калорий в упаковке 6 кубиков или три плитки рекомендуемая норма это три плитки в день хотя с другой стороны плитка непонятно тоже как вот на ощупь здесь вот четко видно что есть граница разделения соответственно 6 кусочков а вот что они считают здесь плитками совершенно непонятно но судя по тому что 1200 килокалорий скорее всего вот здесь это как бы на день для человека в экстремальной ситуации в принципе вполне себе неплохо вместо там расчетных весовых ну сколько у нас ходили самый такой это крутой поход насколько я помню был чувак 40 килограмм изначально вез 30 дней в автономке у него было 200 425 грамм в день еды то есть жестко жесткий расчет и это как бы довольно много по сравнению с этим нести 250 грамм 252 грамма это как бы не сильно составит проблем и для выживания то что мы не согласен но как бы не на каждый день хотя сейчас чаем он хорошо за не сладким чаем вообще да кстати здесь написано что год выпуска указано упаковки собаки ничего так когда втягиваешься сначала так себе непонятно непривычно да знаете вначале на не вкусный кажется вот несколько это кажется обычно приятно и можно долго есть реально вещь стоящая вот я в своем походном наборе для каких-нибудь серьезных автономных забросок обязательно теперь буду иметь такой рацион потому что он реально калорийный он вполне себе съедобный когда его распробуешь первый момент такой то а чё за фигня потом реально распробуешь тем понравится и стоит он копейки вот реально каши из топора советую приобрести если вы ходите в серьезные походы вещь стоящая я одобряю вот что потому что вкус нормальный запах тоже нормально кто-то как нет как открываешь он реально так это все фигня на самом деле нормальная вещь и можно выживать с такой вполне вкусные когда валишь постоянно ну я вот придуешь не ем практически ничего например шоколад тоже заряну стрем уже есть просто уже в сладкий там долго его короче не поешь вот это пресная ну и как бы закидываешь она не раздражает такие делаем расскажите пользуетесь ли вы какими-нибудь аварийными рационами если да то каких фирм и насколько насколько они похожи на этот или наоборот не похожи потому что я бы с удовольствием сравнил вот это просто зверь ну я пошел жрать а вы смотрите следующий выпуск а